Рождественское чудо и тайну происхождения великой легенды раскрыли актеры русского театра на сцене Госфилармонии в спектакле о Рождестве Христовом. Монастырь святого Симона Канонита проводит подобный праздник уже десятый год подряд, в последние годы совместно с Абхазской священной митрополией. По словам главы священной митрополии отца Дорофея Дбара, цель не просто рассказать библейское предание понятным детскому языком, а научить верить в чудеса. Сегодня мы очень часто слышим очень многое негативное, читаем, слышим, видим и так далее. Важно проводить такие мероприятия, которые для детей дают некую надежду и показывают, что в этой жизни, помимо тех всех проблем, которые и им в том числе навязывают взрослые, существует очень много чудес. И самое великое чудо – рождение самого Спасителя. Традиция проводить в праздничные дни такие развлекательно-образовательные мероприятия для детей в Абхазии только возрождается. Если в Европе спектакли с сюжетом о рождении Иисуса Христа проходят повсеместно, то у нас не все имеют возможность познакомиться с этой чудесной историей, рассказанной в форме театрального представления. К сожалению, немножко, может быть, мы в советское время выпали из общей традиции новогодних и рождественских праздников. Все то, что в советское время было сознательно переделано и поставлено на нерелигиозные рельсы для того, чтобы как-то искоренить это из жизни. Актеры на сцене словно апостолы рассказывают самую главную историю человечества на языке эмоций и чувств, которые вызывает красочное представление. Конечно, мы испытываем особенную ответственность, потому что донести до народа о том, как родился Христос, о православии. Я думаю, что и апостолы в свое время, они тоже ходили по всему миру и рассказывали о рождении Христа, о спасителе. То есть мы не имеем права об этом не говорить просто. Среди зрителей и репатрианты из Турции и Ближнего Востока. Они исповедуют ислам, но это не мешает им наслаждаться красивым представлением. Очень может быть, что только в Абхазии такое и увидишь. То есть не может быть праздника для одного течения религии, для другого оно не может присутствовать. Вот в этом смысле абхазское общество уникальное. Мне очень трудно сказать, есть ли где-то в мире, когда проходят подобного рода мероприятия, которые организуются христианским сообществом, чтобы участвовали мусульманские сообщества. Как взаимодействуют культуры, актеры продемонстрировали еще и на примере Деда Мороза, которого когда-то очень давно в библейские времена звали Николаем. Николаем Чудотворцем или Угодником. В те незапамятные времена он исцелял больных и даже воскрешал из мертвых. И сегодня, в эпоху технического прогресса, он творит маленькие чудеса. Каждый юный зритель получил от него подарок. А кое-кто выиграл сам, став участником конкурса или игры, которые после спектакля провели актеры. Я рассказала стишок, а мне подарили подарок. Какой покажи? Мне больше понравилось, когда мы играли и давали подарки. Когда я приду домой, я проверю, что там лежит. Я сегодня узнал, как родился Христос. Но мне всего понравилось играть. Может быть, не всю историю Рождества Христова запомнили маленькие зрители. Но теперь они знают наверняка, что чудеса случаются. Главное в них верить.